История всего человечества на одном клочке земли. Так можно описать археологические находки в Акушинском районе. Там в ходе исследований ученые обнаружили следы людей из каменного века. Самым древним находкам, к слову, более двух миллионов лет. Что конкретно нашли исследователи в горах Дагестана, с места событий расскажет Луиза Раджабова. Древнейшая стоянка человечества – объект Мухкай-1. Находимся мы в Акушинском районе. Ученые уже раскопали первый слой земли и установили, что этому орудию труда, которым разрезали, например, кожу древних животных, уже 900 тысяч лет. Бесспорно древнейшие не только на территории Северного Кавказа, но и Евразии. Памятники относятся к каменному веку. Таких археологических объектов, как Мухкай-1 и Мухкай-2, в мире несколько. В толщах 34 слоев земли здесь обнаружены первые орудия труда. Возраст находок – более двух миллионов лет. Мы раскапываем стоянки первобытных людей, обитавших здесь от двух миллионов лет назад до 800 тысяч лет тому назад. Памятники, которые мы исследуем, это самые древние вообще в Евразии. Здесь мы обнаруживаем и остатки культуры человека, и остатки животного мира. Мы реконструируем растительный мир, то есть какие здесь росли деревья, какой был ландшафт, какие обитали животные, на которых охотились или не охотились, а добывали каким-то образом. Впервые камни тогда еще неизвестного происхождения были обнаружены при установке телефонной вышки. Они сразу привлекли внимание специалистов. Уже не первый год экспедиция из Москвы помогает рассмотреть деятельность древних людей под руководством Хизри Амирханова. Вот это место мы раскапываем. В частности, нам удалось здесь раскопать, в частности, стоянку, которая приурочена к древнему палеоруслу какой-то реки. Вот, собственно, мы сейчас находимся, можно сказать, на дне уже раскопанного этого русла. И к этому руслу примыкали, вот если посмотрите, вот эти вот участки суглинка, ну, глины. Вот, и человек, видимо, когда функционировала вот эта река, он приходил к ней, на берегу вот здесь вот существовал. Ну, жил, не жил, мы не знаем, но какая-то деятельность вот здесь проходила. Впервые мы на наших памятниках зафиксировали древнее русло реки, которому около 900 тысяч лет назад. И фиксируем деятельность на берегах этой реки, человеческую деятельность в виде обработки камня, изготовления орудий труда. То есть, это мы фиксируем реальный уровень обитания человека на берегу небольшого ручья. Недостаточно просто раскопать. Важно зафиксировать все сведения. В этом сезоне многолетнюю работу продолжает и Дарья Стулова. Ее зарисовки помогут для последующих поколений исследователей. Здесь выбрана русло древней реки, и по руслу оставлена бровка для того, чтобы понять, как, собственно, располагались слои. То есть, вот здесь, вот, например, мы можем видеть протолку с большими камнями, какие-то линзы. Если выбрать это полностью все, будет не видно стратеграфии и четкой картины. Несколько сотен камней, найденные на месте раскопок, имеют сколы, характерные для орудий труда. Готовое орудие в виде режущих, дробящих инструментов изготавливали предпочтительно из хремния. Он легко раскалывается и подается нужной форме. Здесь мы видим, как тщательно готовилось это орудие. В частности, вот эта часть является лезвием этого орудия. Вот эта часть, так называемая пятка. И вот это также части, которые приспосабливались для держания этого орудия. То есть, бралось это орудие в руку, допустим, вот так вот. И вот этим вот краем размалывались могли и кости, там орехи, в принципе, и так далее. Каждый сезон археологи обязательно находят что-то интересное. Работы пока много, а это значит, новые открытия еще ждут своего часа. Луиза Раджабова, Магмед Магомедов, Новости ННТ, Акушинский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова